Магистральный водовод Черкей-Махачкала-Каспийск начнет функционировать в 2025 году. Об этом сообщили на презентации итоговых проектных решений крупнейшего объекта с участием главы республики. Около миллиона человек получат питьевую воду. Водовод протянется от Черкейского водохранилища до Рыбьего озера в Каспийске. О чем еще говорили на встрече, расскажет Марат Чурюмов. Строительство водовода Черкей-Махачкала-Каспийск – большой скачок для Дагестана. Такие масштабные проекты не реализовывались в республике на протяжении нескольких десятков лет. Объект обеспечит водой порядка 900 тысяч человек и позволит получать жителям городов чистую воду из Черкейского водохранилища. Также водовод имеет большое стратегическое значение для региона. Прежде всего, наведение порядка касается именно реализации таких глобальных проектов, которые нужны всему Дагестану и всем дагестанцам однозначно. Не имея качественного водоснабжения, мы не можем на сегодняшний день системно работать над строительством разных социальных объектов, таких как школы, детские сады, промышленных объектов, торговых объектов, ну и, конечно, жилья. Протяжённость водовода – 80 километров. Он рассчитан на 176 тысяч кубов. Этого будет достаточно не только для Махачкалы и Каспийска, но и для ближайших населённых пунктов, среди которых и город Избербаш. Уже на объекте работает свыше 100 человек и больше 70 единиц техники. В этом году планируется завершить строительство 30 километров водовода, сообщил курирующий министр. Мы разбили этот проект на шесть этапов. Один из этапов – это сам водозаборный узел, то есть основное наше головное сооружение. Четыре этапа – это линейная часть. И один этап – это уже автоматика всех процессов всего объекта целиком. Сегодня мы по ряду линейных этапов получили положительное заключение на все технические решения экспертизы. Мы проходим главную экспертизу Российской Федерации. Это не региональная экспертиза. Идею строительства водовода вынашивали почти три года. Реализовать её получилось только сейчас. Проектное решение строительства объекта абсолютно новое. С технической точки зрения самое сложное в нём – водозаборный узел. Водозаборный узел подразумевает под собой шахтный ствол глубиной порядка 50 метров, диаметром 12 метров, с двумя проколами, которые будут выходить в две точки, где по всем изысканиям, обследованиям нами проведённым, наиболее качественная, скажем так, вода с минимальным коэффициентом мутности и так далее, который будет осуществлять водозабор. В последующем за счёт насосной системы они будут перекачиваться вверх от воды, очищаться и через трубопровод подаваться уже в город. Строительство ведётся за счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита. По плану водовод введут в эксплуатацию в 2025 году. Марат Чурюмов, Саид Кутиев, Рамазан Амаров. Время новостей.